давайте мы начнем хорошо давайте тогда во первых хочу сказать что это стихотворение так как есть дата написано в 1952 году тут написано тавчин йодбет ну обычно это 52 год может быть 51 если в конце но наверно 52 года это девятый дом и он включает в себя стихотворение некоторые из них мы перевели которые были которые в этом же томе и это стихотворение такого я бы сказал философского лирического смысла так вот это стихотворение из примерно то того же того же списка стихов 9 томе которые некоторые из которых мы уже давно переводили но это не это не переводили и я рад что она небольшое всего 17 строк и такого интересного философского смысла и общечеловеческого и еврейского и того что происходит здесь в том аспекте как в котором видел это урицве гримберг стихотворение называется шир от матей ну думи я и надо сказать что совсем не просто перевести может быть поэтому я в свое время его не выбирал совсем не просто перевести даже даже со само название я для себя я для себя я решил перевести это песнь земли нашей безмолвия это песнь безмолвия нашей земли так я решил для себя конечно безмолвие может быть и тишина думи я это тишина молчание что очень близко к безмолвию мне показалось это слово более более подходящим теперь во многих названиях урицве гримберг сначала начинается слово шир стих или песнь почему не знаю совершенно точно во многих стихотворениях этого нету является ли это слово интегральной частью названия либо она как бы предисловие шир то есть стих о чем от матей ну думи я это возможно и это возможно каждый выберет для себя то что ему то то что он считает наиболее подходящим и осмысленным я решил что это часть название поэтому даже заменил стих песню то есть есть некоторые песнь безмолвия и мы в рот по моему мы это увидим в самом стихотворении это название теперь я прочту как обычно прочту все стихотворение сразу на иврите а потом переведу строчку за строй шишка шишка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Вот небольшое, не очень длинное стихотворение, но, по-моему, многосмысловое. Итак, первая строчка из 17. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Возлежит. Возлежит, я знаю, что это непривычно, да, лежит, но возлегает, не знаю, как точно сказать, но это продолжительное, не прошлое. Ну, вторая строчка, которая является завершением этой мысли. Внимая чему, да, вторая строчка. Субтитры делал DimaTorzok Записали или еще раз повторить? А последнее, извините за это, последнее слово в первом предложении, внимая, да, внимая, да? Внимая задумки божественной в цветении перед сотворением своим. Спасибо. Я хочу пояснить, во-первых, в первой строчке слово ровецет, возлегая, да, это не просто лежать, шохевет, лишкам, а лирбоц, это, ну, скажем, в древнем иврите, это больше положение тела, скажем, величества, собственного животного, скажем, как лев, да, арьеровец, или чего-то очень значительного, даже если в отрицательном смысле, например, в начале Библии написано лефетах хатат ровец, то есть у двери каждого возлегает и грех тоже, то есть каждый может согрешить, это часть его, часть его натуры, часть его жизни, лирбоц. И поэтому я решил немножко таким словом возлегая, это во-первых, во-вторых, во-вторых, слово акшава, акшава это внимать, лякшив, не просто слушать, лишмо, но акшава, да, обратить внимание, внимать. Во-вторых, 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 строчке. Эль-махшави таэль-хамилавлеви. Тут я решил махшава, махшави таэль, не переводить как мысль, да, замыслу, можно перевести как замысл. В задумке дума, мысль, замысел, можно перевести замыслу божественному, меловлевит, в цветении. То есть так же, как цветы, они предваряют плод, так же замысел предваряет творение. И поэтому это перед сотворением своим, то есть как бы земля, которая уже сотворена, все еще внимает первому замыслу, первой задумке. Еще не до конца понимая, как можно это реализовать в полной мере. И поэтому она находится в безмолвном сне. Вот что говорит Гринберг. Лифней гибар а имеется перед своим сотворением, перед тем, как была сотворена. Третья строчка. Либо спит она всей силой вулканической тяжелым сном. Мы видим, как представляет себе Гринберг вот этот процесс сна. Так же, как человек, когда спит, он дышит, сопит, иногда храпит. Так же земля во сне через вулканы как бы проявляет свое дыхание. Вот этот тяжелый, глубокий сон Шейна-Ава. Грубый даже, я бы сказал, сон. То есть сон после тяжелого дня. Глубокий, тяжелый сон. Чем он обычно, да? Есть легкий сон, когда почти не слышно, как человек спит. А есть тяжелый сон, когда слышно, как он сопит, храпит. И вот так же, таким же сном спит земля. Потому что вулканы как бы являются вот этим храпом, сопением тяжелого сна. И так как она спит очень глубоко, и почти не чувствует ничего другого. Поэтому четвертая строчка описывает нас на этой земле. Мы же, сказалось бы, по ней ходим, что-то делаем. Почему же она не просыпается? Тяжелый сон у нее. И поэтому. И по ней мы шагаем от события к событию. Это исторический ход, конечно, человечества по земле. Надо сказать, что слово «меора» – это события, происшествия, иногда даже приключения. То есть, что с нами приключается? Приключения не в том смысле приключенческий роман. А что с нами происходит? Происходящее. «Мамитарея» – что происходит? «Эйруа» – это тоже событие. «Меора». И что же мы делаем? Как мы себя ведем? Это пятая строчка. «Боним вихорим вихоршим гамтомним багвия». «Строим и роем и пашем, а также хороним в ней тела». Да, я еще раз повторю. «Строим и роем и пашем, а также хороним в ней тела». Это словно «погружаем». Да? «Томним»? Нет. «Литмон» – это не именно погружать. «Литмон» – это именно схоронить. Например, «клад» – это матмон. Так что «схоронить», что-то «сохоронить» и «схоронить» – это именно так. Вы правы, что на сегодняшний… То есть обычно «хоронить» – это как бы слово, другой глагол на еврейском. «Ликбор» – «квура» – «хоронить». Но «Литмон» – это даже ближе по смыслу, хотя не очень этим пользуется. Я видел на хаббатских плакатах «Тамид, Тамун, Бахинук». А, ну, да, иногда его действительно… Это будущее его хоронят в действии. «Кроя»? Да, «Кроя» – да. В образовании. В образовании, да. Но там их хоронят. Но действительно, на многих… Это уже ближе к нашей теме. Действительно, на многих памятниках на кладбищах написано две буквы. «Пейнун» – «По-Нитман» – здесь схоронен. «По-Нитман» – не «Нитман». «Икбар» – «Анитман». Ну, ладно. Шестая строчка, следующая. «По-Нитман» – «По-Нитман». «По-Нитман» – здесь все описывается земля. А она черная и бурая, и меловая, и скалистая, и песчаная. В разных частях света, в разных странах, конечно, есть разные цвета и разные свойства земли. От слова «нуш-Хора» – это «да». «Хума» я перевел не «коричневая», а «бурая». Мне кажется, так проще. Но «хум» – это «коричневая», если кому-то захочется перевести так, то вполне. «Гирит» – от слова «гир», «мел», когда много известкового элемента в земле, «мел». «Салит» – от слова «села», скала, скалистая или каменистая, можно тоже сказать. И «холит» – от слова «холь», «песок», «песчаные земли». Следующая, седьмая строка. «Поддается всему, что делают с ней». «Она сейчас безмолвна». «Поддается всему, что делают с ней». Запятая. «Она сейчас безмолвна». Все семь строчек – это одно предложение. Ну, может быть. Не обязательно, но… И это кончается многоточием. Может, оборваться в любое время, потому что мы чуть раньше начали предупреждать. Но пока работаем дальше. Ну, если оборвемся, то продолжим, а нет, так закончим. Да-да. Вот эта «икая думия», она безмолвна, тиха, молчалива, как хотите. Все эти слова подходят. Как кому подойдет, когда будет переводить. «Нетуна», я хочу вам сказать. «Латет» – это дать, конечно, подать. «Нетуна», то есть это пассивное, поэтому поддается. Надо сказать, что в еврейской традиции в свое время, когда евреи, еврейские семьи, мужчины, женщины были в неволе, то, конечно, солдаты или какие-то там командиры чужих войск, естественно, насиловали и женщин, может быть, и мужчин, но женщин были в большинстве своем. И тогда было определено такое состояние женщины, когда она не могла противиться, и ничего бы ей не помогло. Но она была полностью пассивна, и поэтому это называли «каркаолам», то есть ее насиловали, но она не сотрудничала с этим. Она была полностью пассивна. И это ее, как бы, делала невиновной. Талмуд пишет это об эстер, которая, с одной стороны, была взята во дворец Ахашвейруша, и там спрашивается вопрос, как же она с этим участвовала. Может быть, ей следовало, не знаю, убить себя, там, спрыгнуть с балкона, чего-то. Как она могла отдать себя? И там написано, она была полностью пассивна. И «каркаолам», как земля, которую можно, на ней можно сделать, она поддается, но она сама не сотрудничает. «Каркаолам». И в этом можно понять потом, когда Мордехай просит эстер прийти по своей воле к царю, она ему говорит, как же так? До сих пор я была праведна, потому что он насильник. А сейчас, если я приду сама, значит, я буду грешницей. Да, вы понимаете, о чем речь идет? Тот, кто помнит свиток эстер. И поэтому Талмуд говорит, иногда «Гдула вера лишма ми митсва шелол лишма». Иногда даже грех, содеянный во благо, во благо всего народа, он выше, чем заповедь, которая содеяна не во благо, а только для себя. И эстер пошла на это. Вот это бы, это, это «Гдула вера лишма», это особое такое. Поэтому здесь Гринберг, конечно, зная это все, он описывает землю как каркаолам, то есть она поддается всему, то, что делают с ней. И безмолвно она не реагирует. Дальше. 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 Творец является как бы основным и абсолютным фактом, но есть еще и рождение, то есть нет вечности, но есть и смерть, и рождение, и поэтому на сегодняшний день Творец является и тем, и этим. Если это произойдет, следующая строчка. И бурой, меловой, и песчаной, и скалистой. Я повторяю. Не увидим ее в виде нынешнем и дальше. Двоеточие. Черной и бурой. Следующая строчка. Меловой, и песчаной, и скалистой. Тире. То есть, если Творец ее разбудит, она уже не будет такой, как была прежде. А какой она будет? Вот сейчас описывает это Гринберг. Гамгвогеха, и могу, и теместелехаз галит. Гамгвогеха, и высоты ее растают, она, оттаивши, станет волнистой. Гамгвогеха, и высоты ее растают, запятая. Она, оттаивши, станет, двоеточие, волнистой. То есть, она как бы превратится в жидкость, которая принимает любую форму. Не так, как прежде, когда у нее была четкая форма. Поэтому были горы, были вот эти высоты, которые так и оставались. А когда она волнистая, то есть высота волн, но они потом становятся обыкновенной водой. То есть, весь потенциал станет вновь. Земля станет потенциально подходящей для любой формы, которую ей придаст. Либо творец, либо человек, который на ней. На сегодняшний день, люди должны как-то жить с теми формами, которые есть уже у Земли. А она сама ничего, ничем им не помогает. Двенадцатая строка. А, нет, извините, извините, нет, нет, прежде. А над ней будет круг света дня последнего. Круг света – это еще и аура тоже, можно тоже перевести, кому-то захочется. Но это круг света. Повторите, пожалуйста, я только кто-то подключал, и меня сам я прослушал. Я еще раз повторяю. А над ней будет круг света дня последнего. Ну, круг света – это может быть ореол. Ореол, аура, да, вполне, вполне. Надо сказать, что дня последнего, то есть последнего нашего – это последние дни того пребывания на Земле, к которому мы привыкли. Да, и поэтому называется «Ахарита-ямим» – последние дни. Это обычно, иногда это переводится по-русски «конец света», но «конец света» обычно это негативно. А на иврите это имеет позитивный смысл. Конец вот этого времени, которое началось с изгнания Адама из Эдемского сада. А-а-а. Да, да. Так что «конец света» имеется в виду вот этого света и вот этого состояния, и начало чего-то другого. Чего мы не понимаем, мы никогда не были в таком состоянии, но это «конец» вот в таком смысле. Тринадцатая строка. Эта строка прежняя кончается двумя тире, то есть она как бы обрывается. Вот это будет такое состояние. Следующая строка, четырнадцатая. Нет, и тринадцатая. Тринадцатая, да. Пока не заповедует здесь вновь Бог наш Великий. Пока не заповедует здесь вновь Бог наш Великий. То есть были заповеди, которые касаются настоящего времени, а когда оно закончится, будут другие заповеди, которые будут относиться к тому, к будущему, времени после конца дней. Что он заповедует? Все проломы воссоединить и возвратиться к совершенству земля. Все проломы воссоединить и возвратиться к совершенству земля. Воссоединить или воссоединить? Воссоединиться. Все проломы воссоединятся? А, воссоединить, извините, извините, вы правы, вы правы. Воссоединить, воссоединить, там инфинитив, да, да. Да, сейчас хочу сказать слово против, которое можно перевести как проломы, бреши, трещины, разломы, то есть все кризисные ситуации и во времени, и в жизни, и во всем. Все то, что было разломано после то, что по-русски называется первородного греха, само то, что Адам был изгнан из Эдемского сада, это уже разлом. Разлом во времени, разлом в жизни, появляется смерть. Все это должно воссоединиться. Так же, как вода воссоединяется, даже когда ты ее как бы рубишь, она все равно воссоединяется. И мы помним, что он говорит, что и земля будет вот такой, как жидкость, в ней не будет больше разломов и трещин и всех этих впадин, а она будет как жидкость, она воссоединится. Это будет тем, той заповедью, воссоединить все, то есть возвратиться к первоначальному единству. Первоначальному единству. И поэтому возвратиться к своей целостности, к своему совершенству Земля, которая на сегодняшний день не в таком состоянии. Во-первых, она безмолвна, во-вторых, она полна высот и впадин, разломов различного рода. И тогда она будет активна, она сама, как в Эдемском саду, будет сама рожать плоды и так далее. А не как на сегодняшний день, что если ее не возделывать, то обычно она заполняется сорными травами и растениями. Следующая строчка. И книга «Рек» раскроет листы, льющиеся свои. Вновь мы здесь возвращаемся к метафоре жидкости, воды. Земля возвратится к своей целостности, к совершенству, к своей первородной единости. А книга «Рек», то есть реки на земле будут не как проломы и разломы, а как буквы, написанные на листе. А когда пишет, тоже как будто бы нарушается чистота белого листа, но она не нарушается, наоборот. И реки, которые будут истекать из этих листов, они как письмена на этой земле будут. И поэтому он говорит, книга «Рек» – листы, которые льются сами. Льются речи, льются строчки и льются реки на земле. Эта строчка кончается многоточием. И последние две строчки очень характерны для Гринберга, потому что... Повторите, пожалуйста, эту строчку, пятнадцатую. Повторите ее на еврите или по-русски? По-русски. По-русски. И книга «Рек» раскроет листы, льющиеся свои. Спасибо. Тут, раз уж вы спросили, слово «даф» переводится как «лист». Но «даф» еще, вы знаете, новое такое слово «мадав» – «полка». То есть это что-то не как, ну, как, скажем, по-русски тоже можно сказать, лист железа, да, который тоже очень твердый и очень-очень сильный. И тут имеется в виду, что то, что было в твердом состоянии, станет жидким, так же, как и земля. О чем я уже говорил. Последние две строчки очень характерны для Гринберга. До сих пор он описывает нам настоящее и конец его, но конец и следует, и то, что следует за этим концом, оно красивее, лучше, совершеннее, чем то, что настоящее. Поэтому он обычно добавляет свою, ну, если так сказать, ложку дегтя в эту бочку меда. Как те пророки, которые говорили о конце времен, но понимали, что они до них не доживут. И все это было сказано для других поколений. Итак, предпоследняя строчка. Но мы очами плоти не увидим этого тогда. Но мы очами, можно сказать, в высокем стиле, во плоти не увидим этого тогда. И последняя строчка. Книжка в бе-гей-вея шладим в мерхаким. Ибо будем лежать костьми в ложбинках ее далеких. Или вдали. Ее имеется в виду земли. Я повторяю. Ибо будем лежать костьми в ложбинках ее далеких или вдали. Имеется в виду, конечно, и время, далекое время, и, конечно, та глубина в земле. И это тоже кончается двумя тире. Как бы прерывается мысль там, где она уже не может больше ничего описывать. И это такой печальный, я бы сказал, взгляд, несмотря на весь общий оптимизм того, что произойдет, есть печальный взгляд личностный. Мы можем об этом говорить, но мы сами этого не увидим. Да, Миша, я вижу, вы чем-то довольны. Я этого не увидим. А? А вы надеетесь все-таки это увидеть? Ну, мы тоже надеемся. Очень актуальное стиховарение. Да, оно, конечно, оно такого философского смысла, лирического философского смысла. И оно, поэтому, я думаю, актуально для многих и во многие времена, понимая, что будет лучше, но... Здесь, у меня есть просьба. Да. Вы меня слышите? Если никто не возражает. Вы слышите вас, Оля. Да. Можно ли, ну, если никто не против, просто еще раз прочесть стихотворение в вашем исполнении. На иврите, естественно. На иврите. С удовольствием, если вы не против. Никто не против? Нет, нет, кто не против? Это всего две минуты, оно небольшое. Конечно, конечно. Так вот, я читаю. Спасибо. Шир אדמתנו דומיה. Шир אדמתנו עדיין рובצת בחלום הקשבה, Эль מחשבת האל המלבלבת לפני היברעה. О, шишина, היא, במלוא עוני ג'ש, השינה, האבך. А, шишина, tweet, о том, о том, что мы, как иврите, вографе, мы, как иврите, и из-захода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо! Пожалуйста, я рад. Если у вас есть какие-то вопросы по отношению к оригиналу, к переводу, уточнению. Хорошо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всего доброго, большое спасибо. Спасибо. Все, завершаю. Спасибо, Зайя. Спасибо. 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 Спасибо.